Где-то полгода NVIDIA, мягко говоря, намекала на обновление блока питания под новый 16 пин. А 741 выпуск мы начнём с того, что обновляться имеет смысл не для всех видеокарточек. У микрофона, как всегда, недомайнер и здесь мы говорим о железе, играх и технологиях. Оказалось, что компания NVIDIA не будет требовать от производителей видеокарт в обязательном порядке использовать 16 пин в будущих видеокартах RTX 4070 и RTX 4060, как сообщает портал игрслаб. По данным издания, некоторые кастомные версии этих моделей могут оснащаться старыми, но проверенными 8 пин для топ питания, а в некоторых случаях их может быть два. Причём, по словам игрслаб, NVIDIA может выпустить два вида RTX 4070, где первый будет предлагать заводской разгон с новым 16 пин и иметь потребление 225 Вт. Второй же вариант 4070 с TDP 200 Вт будет иметь на борту старый добрый 8 пин и максимум очень скромный разгон. Также привычные 8 пин будут и в младших карточках 4060. А вот с ценами на 4070 и ниже зелёные пока не определились, поэтому информации на этот счёт просто отсутствует. Кстати, подтверждение утечки про 8 пин не заставило себя долго ждать, ведь появилась фотография упаковки 4070 в исполнении и на 3D, которая оснащается обычным 8 пин. На снимке показана видеокарта, разделённая на составные части, и скорее всего это базовая модель с рекомендованным ценником и конечно же с 8 пин разъёмом. Компания Nvidia представила Path Tracing SDK или простым языком набор инструментов для разработчиков, позволяющий интегрировать в игры технологию трассировки пути. Сама по себе трассировка пути является продвинутым частным случаем традиционной трассировки лучей, которая симулирует физическое поведение света настолько близко к реальному, насколько это возможно. Если что, она требует больше ресурсов графической подсистемы по сравнению с обычной трассировкой, поэтому без 4090 тут точно не обойтись. Чаще всего применение технологии трассировки пути можно встретить в трёхмерных архитектурных проектах или в проектах по разработке дизайна будущих продуктов, когда требуется максимальная точность и реалистичность визуализации изображения. В играх же она практически не применяется и к настоящему моменту была реализована лишь в Quake RTX и Portal RTX, которые были бетчмарками от зелёных. Ещё следует отметить, что Nvidia с выпуском Path Tracing SDK не предлагает полноценной интеграции технологии в игры. В данном случае она, например, может применяться для создания эталонного трассировщика пути, чтобы гарантировать реальность освещения в играх во время их разработки. Или же технологию трассировки пути можно использовать для создания высококачественных фоторежимов в самой игре. То есть появление набора инструментов не гарантирует, что её будут внедрять в сами игры, но она может появиться в каких-то особых моментах или помочь при разработке. Между тем на Алике по-прежнему можно очень выгодно взять Ryzen 5600, и цена на него опять опустилась ниже десяточки. Также тут есть выгодное предложение на новый 12400F, и к нему я нашёл великий Хуананзи на чипсете B660. Лично я с такой платой конечно еще не сталкивался, но отзывы вроде хорошие. Ссылочки на все лежат в описании. Глава компании Nvidia Дженсен Хуанг не планирует покидать свой пост в ближайшие 30-40 лет, а далее он собирается управлять компанией в качестве робота, о чем рассказал он самостоятельно. Хуанг говорит, как вы можете видеть, я по-прежнему бодр, энергичен и полон энтузиазма, и меня окружают потрясающие люди, которые меня постоянно вдохновляют. Я считаю, что с этими людьми мы можем создавать по-настоящему удивительные продукты, и они дают мне уверенность в том, чего мы можем достичь и какое влияние оказать. Я думаю, что вношу реальный вклад в компанию и создаю среду, в которой мы можем создавать все это, поэтому пока я в это верю, я не могу сказать, как долго это еще продлится. Но думаю, еще 3 или 4 десятилетия. А через 4 десятилетия я смогу стать роботом, и после этого управлять компанией еще 3-4 десятилетия. Надеюсь, я еще долго смогу наслаждаться работой в Nvidia. Короче, ухода Хуанга ждать не стоит, и он с нами на очень и очень долго, раз уже собрался стать роботом. Когда осенью прошлого года американские власти сформулировали ограничения по производительности ускорителей вычислений, поставляемых в Китай, компания Nvidia достаточно быстро выпустила на местный рынок специальный чип A800. Если кто не помнит, то он является аналогом полноценного A100, но предусматривает ограничения по скорости передачи информации. И теперь очередь дошла до архитектуры Хоппер, ведь китайским клиентам Nvidia предложила ускорители H800, что именно ограничено на уровне характеристик в H800 относительно H100 агентство Reuters не уточняет, но дает понять, что главным критерием снова стала скорость передачи информации. Напомню, что осенью были запрещены поставки в Китае ускорителей вычислений Nvidia по своей производительности соответствующих A100 и H100. Причем в последнем случае Nvidia сохраняет право отгружать их китайским клиентам до сентября этого года. Но по всей видимости это не помешало ей заблаговременно представить адаптированный под новые требования ускоритель H800, у которого ограничена скорость передачи информации. В общем, зеленые в очередной раз обошли санкции и сделали для китайского рынка отдельный ускоритель, который им будет дозволено продавать в Поднебесную. Новость заслуживающая мема появилась именно в этом выпуске, ведь глава графического подразделения Intel Раджа Кадури покинет компанию до конца марта. Об этом стало известно из заявления гендиректора Intel Патрика Гейсингера. Да и сам Кадури подтвердил свой уход из компании на своей странице в Твиттере. Говорится, что в рамках реорганизации компании Intel решила попрощаться с Раджой Кадури. И это, если честно, просто сумасшедшие слова после того, что натворил этот человек. Если кто не знает, то до своего прихода в Intel Кадури долгое время работал в AMD, а до этого еще и в Apple. И он возглавлял графическое подразделение AMD Radeon Technologies Group. И в частности отвечал за разработку таких архитектур, как AMD Polaris и Vega. Но вскоре после выхода видеокарт серии Vega на рынок, Кадури резко объявил о своем решении присоединиться к Intel, где он в конечном итоге занял должность исполнительного вице-президента отдела AXG, отвечающего за разработку графики. В декабре прошлого года Intel расформировала это подразделение, а Кадури вернули на роль главного архитектора графических технологий Intel. По итогу же в Intel он выпустил не пойми какие карточки ARK, и его погнали и оттуда, так как какого-то успеха эти видюхи просто не поймели. Портал Dexerta обратил внимание, что официальный аккаунт популярного сетевого шутера CSGO в сервисе Twitter сменил шапку профиля, на этот раз раскрыв похожий новый логотип игры. Стоит отметить, CSGO не единожды менял баннер за последние недели, однако сегодняшнее изменение выглядит как самое значительное. Если предыдущие варианты шапки профиля были вариациями старого логотипа, то новая демонстрирует более наклоненные буквы CS с контртеррористом посередине и на непривычном синем фоне. Ситуация еще примечательна тем, что Twitter аккаунт CSGO меняет шапки своего профиля на фоне усиливающихся слухов о переводе CSGO на движок Source 2. И вот спустя несколько недель утечек слухов и раскопок датамайнеров, Valve наконец-то официально представила Counter-Strike 2. Габен называет Counter-Strike 2 новой эрой Counter-Strike и крупнейшим техническим скачком в истории серии, обеспечивающим игру новыми возможностями и контентом на годы вперед. Причем CS2 это бесплатное улучшение для CSGO, где команда переработала каждую систему, элементы контента и игрового процесса. Если говорить в двух словах, то тут будут обновленные карты, моментальное осознание сервером ваших действий и более реалистичный дым, который смогут развеять даже пули. Выход CS2 намечен на лето этого года, а с сегодняшнего дня избранные Valve игроки CSGO могут оценить перечисленные нововведения в рамках ограниченного теста. Microsoft внезапно объяснила, почему предложила Sony соглашение по выпуску Call of Duty на консолях PlayStation сроком именно на 10 лет. Мелкософты считают период в 10 лет достаточным для того, чтобы Sony, будучи ведущим издателем и платформодержателем, разработала собственную альтернативу Call of Duty. Другими словами, Microsoft не верит, что окончание 10-летнего соглашения оставит Sony на краю бездны, так как японский платформодержатель может потратить упомянутый срок в том числе на производство собственного конкурента. Но Sony еще раньше говорила, что даже если предположить, что у них есть способность и ресурсы разработать столь же успешную франшизу, то уйдут долгие годы и миллиарды долларов на создание конкурента Call of Duty. Ведь, как показывает пример Battlefield от EO, такие попытки обычно неудачны. Сайт Steam Database опубликовал чарт продаж Steam за период с 14 по 21 марта, и на вершине вторую неделю подряд остается Steam Deck. Однако ближайший соперник портативного ПК немножко поменялся. Симулятор выживания Sands of the Forest, продержавшийся на второй позиции неделю, уступил место ремейку экшена Resident Evil 4, релиз которого состоится 24 марта. Космическая стратегия Stellaris, занимавшая 64 место, вернулась в пятерку лидеров, благодаря 75% скидке и выходу дополнения в First Contact. После начала седьмого сезона Королевская битва на Рака Блэйдпоинт, которая сейчас предлагается на 50% дешевле, переместилась с тридцатого на шестое место. Стратегия Total War Warhammer 3 поднялась на седьмую строчку, а на фоне распродажи заметный рост показали Forza Horizon 5, Sekiro Shadow Dice Twice, Cyberpunk 2077 и Rust. А ролевой экшен Хогвартс Легаси впервые с начала января выбыл из топ-5, опустившись третьей на восьмую позицию. И на этой же новости сегодняшний выпуск подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и надеюсь, вы уже подписались на мой канал. Также хочу сказать огромнейшее спасибо всем, кто финансово поддерживает канал через подписки и донаты. До скорого, друзья.